Друзья, по традиции попрошу вас поставить лайк под этим видосом и оставить какой-нибудь классный комментарий. А я в свою очередь самых классных ребят отлайкаю. Вы знаете, ребята, смотрю я на вот этот вот контент, который подвезли нам на Лигу 1, и чё-то прям так грустно становится. Команда сезона, конечно, прикольная. Неймар, Баппе, Бен Йедер. Но никаких стоящих крутилок, никаких паков с кумирами, никаких паков с рейтингами. Одна срань просто. Что мы имеем? Мать уйди. Ауар. Гомоса какой-то хрен выкатили, непонятно зачем. Чем? Типа Лига 1 вроде как идёт, а тут чувак из ЭПЛ. Все ждали Головина, собственно, как и Малиновского, как и Мхитаряна, но нам выкатывают Воланда. Также нам завезли редких игроков на выбор, один из трёх, собственно, гарантированный ТОЦ, который сегодня у нас будет в паке. Ну и по сути всё. Также, конечно, были и премиум улучшения, но толком ничего интересного. И сейчас я готов с вами поделиться своим дропом, но вот незадача. Незадача. Практически все топовые карточки, которые я поймал в Лиге 1, падали мне, когда я занимался всякой херней. Чесал задницу, валялся на кровати, открывал без записи, а когда я нацелено садился записывать, ничего не падало. Ну и спойлер, ребята, я поймал одного из топ-3 лучших игроков Лиги 1. Сначала, естественно, без троллинга не обошлось. Мне упал Кайо Херники, самый бесящий бразильский флаг. Ловил себе тоже тролля Ля Барде. Когда ты видишь Францию, явно ты ждёшь не его. Также я поймал великого турецкого нападающего Бурака Елмаза. Смотрите, какой грозный парень. Ну и, ребята, я поймал также Бамбу, который говорит, алё, о, это ваш передак, сейчас я его буду разрывать. Но самый топовый дроп, ребята, опять же, мне упал случайно, абсолютно, я сидел в Дискорде с ребятами и просто на фоне щёлкал пакетики и нажал запись, собственно. Сейчас вы увидите, кто мне дропнулся. О, ебать! Бенедера поймал. Нихуя. Да, ребята, это, мать его, Бен Едер. Охренеть. Тут я, конечно, выпал немножко, естественно, реакции никакой практически не было. Полтора миллиона монет стоит этот красавчик. Также, естественно, я выбил себе Ким Пэм Бэ. Ну и, собственно, сейчас я открою два пака с гарантированными ТОДСами. Первый пак у меня будет с ТОДСами, МЛС и остальная Лигат. Отличный дроп. Сиваченко. 8.7 рейтинг. Хорошо. Хотя вот говорю, что контента не было, ребята. А на самом деле, он-то был, вы посмотрите. Добавили радужную форму. Наконец-таки заждались. Друзья, ну и перед началом видеоролика напомню вам о своих новых спонсорах. Это легальная букмекерская контора Бэт Бум. Сегодня испанцы будут играть против португальцев. И я сделаю ставочку в суперудобном мобильном приложении. Почему-то мне кажется, что сегодня они сыграют в ничейку. Не знаю, почему. Есть такое у меня предчувствие. В случае победы я получу полторы тысячи. Надеюсь, что мой прогноз сбудется. А вы свой прогноз можете сделать по закрепленному комментарию. И, использовав мой промокод PANDA, вы получите до 2000 прибетов. Ну и, друзья, также напомню про свой личный сайт по продаже монет PandaCoin. Ссылочка на него будет в описании. Переходите и покупайте монеточки. В прошлых крутилках мне так или иначе везло, хочу вам сказать. То есть, в серии А мне упал Кисье. Мне упал Мартинес. Что довольно-таки неплохо. Вот такой состав отправляют. Деврей, Елмаз, Покедова, ребята. Надеюсь, сейчас, сейчас мне упадет Неймар. Да, я понимаю, что многим это не нравится, но мне хочется интригу сохранять до конца. Давайте смотреть. Физуха, 90. Но это точно уже не Неймар. Может быть, Мбаппе, кстати? Кстати, может быть, Мбаппе. Защита, 78. Нет, это точно уже не Мбаппе. Дриблинг, 94. Баланс хреновый. Ну, это, короче, Габелла, да. Хотя статы прикольные, подождите. Это был Бразилец. Это был центральный полузащитник. Но не атакующий. Пакета, пакета. 4 на 4. Левша. Но, в любом случае, эту карту затищу. В этом ролике вы также увидите геймплей за итоговую команду, которую я соберу. Ну и, собственно, по итогу, ребята, вот такая вот команда из Лиги 1 у меня получается. По традиции для вас пройдет щелчок. А завтра я открою награду за Викинг Лигу, и мы сыграем за эту команду. До завтра. Ну что, друзья, новый день. Новые пакцы. Ну и, собственно, награды за Викинг Лигу. На этот раз без каких-либо элиток. Потому что у моего бустера произошла трагедия. У него выключили свет. Он мне об этом написал под утро в 6 утра. И мне пришлось проснуться и с сонными глазами доиграть хотя бы до золота 3, чтобы награды хоть как-то адекватно выглядели. О, да. Вот это наградки. Я даже не знаю, что брать здесь. Ну и второй пик, ребят. Он уже открылся. Давайте смотреть. Левая карта. Точнее, правая. О, блядь. 87. Левая карта. У-у-у-у! Хо-хо-хо! Ребята! Как? Почему? Зачем? Блядь! Я не знаю, что сказать. У меня же есть Бенедер, блядь! Нахуя он мне? Чего посередке, Блейк? Сука! Ну как так? Золото 3! Ребята, это топ-3 игрока. Он мне второй раз упал. Второй раз! Блядь, лучше бы дали мне Депая. Да, это странно, наверное, звучит. Типа, я не рад Бенедеру. Получается, моя лучшая награда за всю историю Викенд Лиг. 93 рейтинг. За золото 3. Золото 3. Золото, блядь, 3, ребята. Сколько элит у меня было и ни разу ничего не падало. Прям, ну, из разряда вам. Реально, вот в этой ситуации меня больше всего тревожит. Не то, что у меня есть даже, хотя это тоже. А то, что это падает мне за золото, блядь, 3! Которое просто на отъебись я доиграл в 6 утра. Ну и, собственно, что, ребята? Давайте теперь затестим эту команду. Буквально 2-3 матча. Я думаю, мне этого сполна. Хватит, чтобы понять, на что способны эти ребята. Играть я буду в первом дивизионе. Да, я вышел благодаря голову Баррелы. Я даже об этом в Телеграме написал. А это значит, что легких каток у нас не будет. Так, естественно, берем ЛГБТ-формул. И давайте смотреть, что же у нас за соперники в первом дивизионе. Так, ну, это фулл тотс команда. Какой-то суперинтересный черед мне попался. Он вот это движение уже раз в 100 сделал. Отошел назад, покрутился, отошел назад. Что он делает? Бля, это что, какой-то прикол, что ли? Так, все люди в первом дивизионе играют или еще? Опа, Ким Пэмбэ. Хорошо сейчас сыграл прошло отметь. Так, ну давайте тоже покрутимся. Бамби дали 5 звезд на финтах. Если что, имеете в виду. Не знаю, в честь чего, но окей. Я, в принципе, не против. Учитывая, что эта карточка у меня есть. Бенедер. Б... Блядь! Как он так плохо ударил? Блин, какой-то лютый соперник мне достался. Это просто пиздец. Манданда, дай бог тебе здоровья. Он прям люто катает. Сразу видно первую дивизион. Чтобы вы понимали, это... Блядь, сука, чуть не умер. Блядь, старость не радость. Хотел что-то спиздануть, блядь. И в горле какая-то хуня застряла. Так, что-то соперник меня заебал, блядь. Он как-то играет, блядь, слишком поохуевшему. Типа прям чувствуется первая ебучая дивизион. Реально, ну теперь это каждый ебаный матч. Я должен вот так вот потеть, как мразь. А вот здесь вот так вот. Ой-ой-ой, хорошо. Бамба в ближку. Сука. Тихо-тихо. Хорошо, кимпэм. Да, блядь, вы что делаете, дебилы? Блядь, ну Исаак. Ну, у него такие длинные копыта. Что пиздец, блядь? Вроде и теряет мяч, а вроде его обратно забирает. Я просто не знаю, что вообще в этом матче должно произойти, чтобы стало весело. Прям очень скучный матч. Моменты, ну вы сами видите. Да, блядь, Исаак. Ну, он как меня он заебал, блядь. Типа, он меня даже бесит в этом матче не тем, что он там моменты создает, а тем, что, блядь, отборы делает. Третий или четвертый отбор делай. Давай, бамба, проверим твои дальние забросы. Хорошо! Ну, вот это минус, конечно, Бен и Дерек, что его любой бомж будет отталкивать. Я вроде сейчас вперед убежал, но его просто как щенка оттолкнули. Как оттолкнуть этого Исака, блядь? Ну как, сука, тебя оттолкнуть нахуй? Ну, сейчас все кончится тем, что он мне какое-то говно забьет, и все. Габелла, знаю я сюжет этих матчей, блядь. Ну, вот о чем я и говорил. О чем я, блядь, и говорил, блядь. О чем я, сука, и говорил. Я не знал, что он мне какое-то говно забьет. Ну, тут я сам виноват. Я не знаю, зачем я начал вносить так рано. И, собственно, я официально, ребята, подтверждаю. Сегодня был сыгран самый скучный матч в моей жизни. ФК Красава. ФК Красава. Уильямс, Фердинанд, Нойер, Санчуш. Ну, нормальный состав такой. Давай, давай, бамба. Блядь, кто там бежит? Фердинанд. Ну, Фердинанд, это Фердинанд. Давай, давай, бамба. Теперь-то не было офсайда. Теперь-то не было офсайда. Опять же, как и в прошлом матче, как-то скучновато получается. Сори. Ничего поделать не могу. Ну, такие вот соперники, блядь, в первом дивизионе. Прям максимальное душнилого. И скучное катание. Реально, усыпляет уже все это дерьмо. Вот так. Хорошо. Бен. 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 Иди нахуй, Бен Ядер, блядь. Вот что я хотел сказать, блядь. 93 рейтинг. Ну, вот, блядь, ну, скажите, что в таких моментах такие карточки не должны решать, блядь. Типа, а-ля, там какая-то позиция не такая была. Ёбаный твой 93 рейтинг. Давай, Бен Ядер. Вот это пас. Вот это настоящий пас. Спасуется, конечно, не издалека, но всегда как надо. Или как там говорилось. Блядь, вот такое говно хочу забить. Просто пробежаться по флангу, прострелить и гол. Ну, блядь, это единственный шанс в таком болоте забивать голы. Блядь, ну, вот мне стоит что-то говорить, ребята. Ну, вот стоит мне что-то, блядь, говорить. От этого ебаната, блядь, идет идеальный отскок, блядь, на ногу к сопернику. Просто идеальнейший, блядь, сука. Пизда. Давай. Джавид, блядь. И этот, Аталь, выходите, разъебывайте. Аталь. Опа. И Давид. Вот так вот, нахуй. Давид. 3-2. Я знал, кого выпускать, ребятам. 84 рейтинг. Нормально я его апнул. Ой, ребята, не знаю, каким-то чудом мы выиграем даже в этом матче на последних секундах. Пакета, кстати, снова лучший игрок матча. В прошлом я тоже как-то мельком заметил. Хоть мы его и проиграли. Это очень странно. Вау, мне дали эмблему кролика. Супер, класс. Беру ее, конечно. Ох, состав как прогружается. Ну, игра, игра какая-то красивая. Так, Барнес, Кимих, Амари. Ну, опять сильный состав. Базар Узеро. Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется ворваться. В пятый дивизион. Бенедер. Хорошо прорвался. Лонг. Блядь, я не знаю. Мог бы и получше ударить, наверное. Ну, Бен очень приятный в управлении. А вот с ударами прям что-то я пока не подружился. Я до сих пор его промах в прошлом матче зафиксировал у себя в голове. Пизда, блядь. Как он, ебаный. Меня Сар просто разъебывает в соло, ребята. Чекайте. Ну, скажу честно, удовольствия я никакого не получаю в этом первом дивизионе. Ну, типа, блядь, я не знаю, каким хуя, блядь, так получается, что, ну, типа, одни и те же соперники, которые выходят в один и тот же дивизион, разнятся в уровне. Типа, ну, прям настолько. Ну, таких сильных соперников я, блядь, вообще даже в Викенлиге, мне кажется, не встречал. Так, соперник, и так, блядь, очко горит. Ты еще всю нахуй паузу выдержал. Я твой родственник, блядь. Блядь, ну, посмотрите на этих долбоевов. Они у друг друга мещи отбирают. Ну, вы че, блядь. Все, матч закончен. Не знаю, зачем я играл весь второй тайм. В первом тайме у меня трешку отгрузил, а в втором вообще ничего не происходило. Блядь. Я реально умираю со скуки в этой блядской игре. Так, Горинча, Неймар, Криштиану, Лозанну, Квадрадо, Кимпэмбе. Нормальный состав. На нахуй, Бамба. Бамба, третий или четвертый гол меня уже забивает в этом выпуске. В отличие от того же Бенедера, который до сих пор ни один гол, блядь, не забил. Бенедер, блядь, 93 рейтинг, от которого я просто писался кипятком. Так, Пакета, давай твои дальние пасы проверим. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вот это я проверил, ребята. Пакета, Пакета, мое почтение. Неудивительно, что ты был лучшим игроком два матча подряд. Так, ну это срань, конечно. Я реально пропустил за то, что начал переживать, что тут с компом происходит. Я думал, запись идет, не идет, отвлекся и все, я пропустил гол. Опа, повезло, что Горинча косоногие. Хорошенько Бенедер. Ну-ка, вот сейчас позиция. Какая нахуй позиция? Как я могу говорить слово позиция, когда в этой ебаной игре, блядь, автоблоки на башке прям. Да, блядь, Бенедер. Ну вот сейчас что, хороший удар вроде летел. Все окей. Почему мимо-то полетело? Да, ребята, что-то Бенедер это какое-то разочарование. Да, я понимаю, что по 3-4 матчам вывод делать нельзя, но вы сами видите. Тот же условный бамба круче играет, чем Бенедер. Хотя вот здесь. Вот, ну вот! Блядь, ну вот же она, вот же она летит, ну вот же она! Посмотри на него. Если даже и пытается убежать, то его легко отталкивает, потому что он дрещеватый. Вот клянусь, не знаю, как хотите думайте. Вот сейчас Горинча меня прощает, к слову. Но мне кажется, тот же Депай бы смотрелся на много пиздачей, даже несмотря на свою слабую ногу. Все, блядь, поехали. Я еще, может, как киберспортсмен потный играть. Соснули? Соснули? Соснули, блядь, автоблоки. Ебать, куда же без них? Вот так вот. И вот так, сейчас будет автоблок. Откуда я знал? Откуда, блядь, я знал? Я вас молю, разработчики и спортсменов. Пожалуйста, уберите эти ебущие автоблоки в 22 фифе. Я вас молю, блядь. Давай, давай, Бенедер. Бен! Пошел нахуй просто, Бенедер. Пошел ты нахуй! Ну сейчас что, блядь, не так, сука, мать твою? Давай, Бамба, покажи, как нужно решать моменты. Я тебя молю. Давай, Бамба, блядь, я тебя молю, нахуй. Я тебя молю, ну беги. Ну почему, Ким ПМБ, сука, догоняет тебя? У тебя пейс 90, сука, 9. Да, блядь. Я, блядь, не знаю, как забить в этой секунде, блядь. Я уже ебнулся. Я уже ебнулся в край, ребята. Я вам отвечаю. В какое говно я сегодня поиграл. Это просто невероятно. Сука, еще игра вылетела, блядь. Мне кажется, лучше финала не придумать, блядь. Еще игра такая, блядь. Иди нахуй, Андрей, блядь. Все, заебал ты меня уже со своим нытьем, поэтому пиздуй нахуй из этой игры, блядь. Игра слована. Почините, плиз. Так и напишу. Я думаю, ребята, что никаких итогов даже подводить не надо. Вы и так все видели. Бенедер это разочарование тысячелетия. Как бы херово ни играл, он запорол, блядь, 5 моментов из 5, мне кажется. И по итогу я, конечно, немного расстроился. Да, я понимаю, что в чьих-то руках это будет лучшая карточка в мире. И, возможно, я передумаю, когда отыграю еще там 5 матчей за него. Не знаю. Ну, я вам тысячу раз говорил, что, опять же, руки во многом решают. Возможно, у вас подходящий стиль будет под эту карточку. И она у вас будет бестить. Поэтому не надо писать гневные комментарии о том, что это лучшая карта во вселенной. Как ты мог ее обозвать? Я говорю конкретно про текущее ощущение. Про то, что я увидел. Бамбу, прикольный. 5 звезд. Ловкие даже голы забивал. А про остальных ребят мне даже нечего сказать. Знаю, что Пакета крутой пас дал. И, собственно, стал лучшим игроком матча в два раза. Все, ребята. С вами был я, PandaFX. Спасибо, что смотрите меня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, комментарии. И всем хорошего настроения. Чао, какао, как говорится.